Здравствуйте! В эфире телевизионная информационная служба Лиманского района. Люди, события и самые обсуждаемые жителями района темы. Возле здания Одесской облгосадминистрации состоялся пикет, организованный жителями села Сычавка Лиманского района. В Одессу селян привел конфликт, который не утихает в связи с реформой децентрализации. Жители Сычавки выслушал председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский. Заброшенный, неухоженный, с разрухой и мусором, но такие перспективные морские берега Сычавки. Вот истинная причина затянувшегося конфликта, который разделил селян на два лагеря. Тех, кто хочет объединиться с близлежащими селами и тех, кого тянет стать окраиной города Южный. Коренные жители Сычавки не помнят случая, когда руководство Южного хоть чем-то помогло их селу. Но когда стал вопрос возможного присоединения земель Сычавки в рамках реформы децентрализации, тут все и началось. Хорошая Сычавка. Начало развиваться, потому что новый председатель пишет, дороги делают, депутаты все стараются, а они вот так колотят, колотят. Светлана Гладышева и другие жители Сычавки, сторонники объединения с Визиркой и близлежащими селами, приехали к администрации в надежде получить консультацию у председателя областного совета Анатолия Урбанского. Селяне рассказали, как невозможно было в открытую голосовать на улицах. Зачастую взаимные оскорбления могли перейти в рукоприкладство. Как сельсовет принял решение провести консультативный опрос путем тайного голосования. Этот опрос состоялся 30 октября. Его результат – большинством в 106 голосов жители Сычавки приняли решение объединиться с другими селами в Визирской громаде. Но часть агрессивно настроенных сторонников Южного не успокоилась. Они заблокировали здание сельсовета, не давая провести сессию, а затем на несколько часов перекрыли трассу Одесса-Николаев. Потому что им нужна земля наша. Мы им пенсионеры ненужные. Им нужна земля, море, береги моря. Председатель областного совета Анатолий Урбанский внимательно выслушал доводы жителей Сычавки и жалобы на затянувшийся конфликт, который мешает развитию их родного села. Вы уже приняли решение. Сельрада приняла решение. И мы, как областная рада, будем уважать решения наших коллег. Вы на данный момент времени победители. Вы победили. Вы уже приняли решение, которое лично вас удовлетворяет. Решение сессии, повторюсь, не ставится под вопрос. Ставится вопрос того, что вам там вместе дальше жить и строить громаду. Не надо нам сейчас в стране и так непростое время вот этих непонятных на ровном месте расколов. Поймите. Председатель облсовета предложил селянам провести со сторонниками Южного общую встречу, на которой объяснить свою позицию и услышать, что действительно тревожит их оппонентов. Дмитрий Наталуха, председатель районной администрации Лиманского района, напомнил о том, что в Украине не запрещено быть несогласным. Но как только это несогласие начинает втягивать нас в пучину хаоса, в пучину разрухи, когда из-за этого несогласия односельчане перестают общаться друг с другом, перекрываются дороги, разрушается нормальный микроклимат в селе, мы это должны останавливать. Если этот стол, круглый стол или рабочая группа будет таким способом или таким инструментом, давайте хотя бы попробуем. Дмитрий Наталуха также поддержал идею мирного урегулирования конфликта путем переговоров. Будущие осычавки уже определили сами жители. Время конфликтов должно уйти в прошлое. Теперь пришло время созидания и сотрудничества на благо родного села. Жители Курицова провели день памяти воина АТО своего односельчанина Михаила Светковского, погибшего под Мариуполем 4 ноября 2014 года. Скромный, трудолюбивый, дружелюбный, уравновешенный. Таким помнят его жители Курицова, школьные товарищи и близкие друзья. Михаил Светковский успешно закончил школу, затем получил профессию тракториста-машиниста, служил в армии, вернувшись в родное село, много работал, став надежной опорой своей матери. Где бы он ни находился бы, он говорил бы, всегда говорил, ребята, всегда нужно быть на позитиве. И когда забирали в АТО, когда шла повестка, кто-то приходил и говорил, что не надо, не иди туда. Но он говорил, ну как я могу не пойти, если действительно там наши пацаны защищают нашу родину, и я не могу и так просто остаться. И он пошел, он пошел защищать родину. При большим прискорбием о том, что произошло с Мишей. В его родной школе в селе Курицово на торжественном мероприятии, посвященном памяти погибшего воина АТО Михаила Светковского, звучало много добрых, искренних и теплых слов в адрес героя. Пришедшие говорили о том, как важен мир и спокойствие на земле, о том, как хрупка и важна жизнь каждого человека. Почтить память Михаила пришли его сослуживцы, руководители Лиманского района и депутат областного совета Олег Кутателадзе. Я бы очень просил вас, уважаемые представители сельского совета, подумайте, депутаты, и сделайте так, чтобы хотя бы одна из улиц вот этого села была названа именем Михаила. Это было бы справедливо. По крайней мере, люди бы помнили о том ежедневно, что человек отсюда ушел и не вернулся. После окончания митинга состоялось возложение цветов на мемориале памяти защитников Отечества в центре Курисова к памятнику погибшему герою Михаилу Светковскому, который установлен при содействии благотворительного фонда имени Алексея Ставницера. Затем был отслужен молебен и возложены цветы на могилу героя. «Хотела, чтобы он был живым, пришел домой, как нет, так случилось. Я думаю, никто не забудет его всю жизнь. Будем память его держать». «Спасибо всем. Хочу благодарить одесскому депутату Котаталадзе за его доброте, за его помощь. И всем остальным райадминистрациям, и учителям, и нашим председателям рады. Всем хочу благодарить, что они не забывают меня». В Трояндовском сельсовете состоялся сход громады. На повестке – совершенствование организации самоуправления в селе и вопрос возможного объединения с соседними сельсоветами в рамках реформы децентрализации. Самоуправление в Трояндовском сельсовете – одно из самых демократичных в Лиманском районе, потому что при каждом из трех сел, а низкого ставки и Трояндовая, объединенных одним сельсоветом, работает собственный общественный совет из инициативных граждан, которые не хуже любого депутата понимают настроение и пожелания рядовых селян. Благодаря такой поддержке удается сделать многое. За тот небольшой промежуток времени, как Игорь Пилипчук работает сельским головой, в селе произошли большие перемены. На центральной аллее открыли благоустроенную зону отдыха, установили урны для мусора, начался ремонт поселковых дорог и даже долгожданный капремонт въездной дороги, которая соединяет села с трассой. Но главное в село пришел инвестор, способный восстановить местный консервный завод и птицыфабрику. Инвестор готов платить селянам больше денег за бои. Такой поворот событий не вызвал восторгов у некоторых местных фермеров. Здоровая конкуренция, которую поддержал новый председатель, сначала переросла в угрозы, а затем в рукоприкладство. По словам Игоря Пилипчука, его избили неизвестные в собственном кабинете во время исполнения им служебных обязанностей. Мы, как громада, не можем стоять в восторге, подключились до этого случая. Написали письма, все инстанции были на приеме у прокурора районного начальника милиции, у главы районной ради и у заступника главы райдержадміністрации. На сьогоднішній день ми отримали відповіді. Практично у всіх листах написано одне ж і те ж саме, що всі матеріали поглядані поліцією. І про перебіг цього розслідування ми будемо повідомлені додатковими листами. Депутат Одеського облсовета Олег Кутателадзе, который приехал обсудить возможные пути объединения сельских громад в рамках реформы децентрализации, крайне негативно отозвался о происшествии и подчеркнул, что Игорь Пилипчук – один из немногих по-настоящему эффективных сельских голов. Даже тот факт, что несмотря на холодну погоду, в клубе сейчас тепло – это тоже его работа. Он інициировал установку в клубе индивидуального отопления на палетах, дровах и щепе, которое позволяет значительно экономить средства местного бюджета и дает тепло людям, в данном случае всем присутствующим. По поводу тепло. Я приехал, и меня это очень поразило. Уже через несколько месяцев у вас здесь тепло. Стоят тепло, и это очень хорошо. Мы тоже благодаря тому, что начали думать о том, как будет развиваться ваша громада. К чему вся эта децентрализация? Дополнительная полномочия получат селы. Это что будет означать? Вот если вы объединились с другими сельскими громадами, вся земля сегодня, которая идет за пределами ваших населённых пунктов, она сегодня распоряжается от интересной ситуации. Деньги должны от этой земли идти к вам в бюджет, а распоряжается этим вопросом. Товарищ, который сидит в области, который никогда не видел, где ваша земля, не знает, как она решается и работает, но ей распоряжается. А завтра, если вы объединяете с громадами, эта вся объединённая громада, вся земля передается ей и увеличивается полномочия. Это важнейший вопрос для вас всех. Правильно я понимаю? Для людей, которые живут в селе. В следующий вопрос добавляются возможности, получится дополнительное средство из налогопредприятий. Будет часть отчислений от предприятий, которые работают на территории села, и созданного, получат доходы. Также Олег Джумберович рассказал о том, что жители села Сычавка решили объединиться с соседними селами, благодаря чему будет создана объединённая визирская громада, в которую войдут пять сельских советов. Это позволит улучшить качество жизни людей в этих селах за счёт налогов, поступающих в бюджет от предприятий, работающих у берегов Григорьевского лимана.